Всем привет! В прошлом видео я показал модернизацию своего летающего медведя, которая многим зрителям очень понравилась, и даже самой компании FlyingBear. Они попросили у меня чертежи и файлы для изучения. В сегодняшнем видео я отвечу на некоторые ваши вопросы по модернизации, а также расскажу о нововведениях. В первой версии бокса мы с вами крепили верхнюю панель с помощью акрилового клея Cosmofen 650, но такая конструкция ограничивает возможность частичного монтажа, то есть при необходимости нужно будет снимать весь бокс целиком. А это не особо удобно. Да и работа с клеем достаточно сложная, ведь он оставляет следы в виде оплавлений на акриле, которые уже ничем не смываются. И поэтому я решил сделать второй вариант крепления с механической фиксацией. Они представляют собой пазообразное соединение с помощью винтов М3-12 и гаек М3. Благодаря такому решению мы полностью избавляемся от клеевого соединения, получаем легкость демонтажа не только всего корпуса, но и каждой панели в отдельности, что очень удобно. Да и механическое крепление всегда считалось самым прочным и надежным. В проверенной компании по лазерной резке Vector 8, с которой я уже работаю неоднократно, мне дорезали эти пазы. И как оказалось, даже на готовом изделии это можно сделать без проблем, при этом очень точно и недорого. И за это им огромное спасибо. Ссылку на эту компанию скину под видео в описании. После примерки переходим к монтажу. И для этого нам понадобятся винты с полукруглой головкой М3-12 и гайки М3, которые мы искрепляем каждую панель, но предварительно выровняв торцы. И вот у нас получилась монолитная конструкция. А теперь проведем краш-тест на жесткость. Но такого лучше не повторять со своим принтом. Это всего лишь эксперимент. Но как вы видите, все держится просто великолепно и ничего не отваливается. Также стоит отметить, что пазы сделаны максимально точно и не нарушают герметичность. В то же время они не особо портят и внешний вид. Так что такое решение наверное самое оптимальное, как для зрителей моего канала, так и для самой компании Flying Bear. Держатель филамента я решил сделать максимально просто, из обычной велосипедной спицы диаметром 3 мм. Ее мы вкручиваем в раму нашего принтера. Таким образом не нужно делать дополнительных отверстий, портить внешний вид. И можно всегда перебросить такое крепление на другую сторону. Но в ближайшее время я планирую спроектировать сушилку для пластика, которая также будет еще выполнять функцию держателя филамента. И тогда в таком креплении уже не будет никакой необходимости. Теперь еще одна очень важная доработка директа. Алюминиевый радиатор мы заменим на более эффективный вентилятор 40 на 10 на 2,4 вольта. Так как при печати АБС пластиками радиатор становится практически бесполезным, когда температура в камере поднимается свыше 40 градусов. Отверстия у вентилятора идеально совпадают с отверстием мотора на МА17. И поэтому крепить мы будем винтами М3-30. К сожалению диагональные винты не смог открутить. Поэтому устанавливаю на рядом стоящие. Но это не страшно. Для лучшего теплоотвода между вентилятором и мотором ставим зазор с помощью гайки М4. И таким образом достигаем лучшей эффективности. Тихий вентилятор так же как и короткий мотор рекомендую купить в компанию Маловстор. Так как этот Микс вентилятор очень шумный. Для подключения вентилятора 40 на 10 снимаем турбину 50-15. Вынимаем штекер вентилятора обдува радиатора. И к нему подсоединяем соблюдая полярность наш 40 на 10. Таким образом мы получим постоянный обдув мотора. Но только во время работы обдува хот-энда. И это очень хорошо. Так как по завершению печати все вентиляторы автоматически отключатся. И наступит полная тишина. Для печати АБСами и нейлонами такой пассивной термокамеры хватает за глаза. Так как основная проблема расслоения деталей и загибания углов происходит как раз по вине резкого изменения температуры внешней среды. Также не стоит забывать, что в такой камере очень удобно сушить пластик. И не только во время печати. Просто запускаем нагрев стола до 100 градусов. И оставляем на пару-тройку часов. При этом влажность упадет с 57 до 15%. А это идеальные условия для качественной сушки филамента. Внешний вид термокамеры зависит еще от выбора материалов. Вот к примеру так будет смотреться непрозрачная камера из АБС пластика. И такой вариант я также отправил компании Flying Bear. Им кстати понравилось такое решение. Так что каждый из вас сам выбирает, что ему ближе к сердцу. Кто-то выберет АБС, кто-то акрил, а кто-то и вовсе поликарбонат. Ну а теперь поговорим о программном обеспечении. При покупке принтера у вас изначально стоит закрытая прошивка. Но в процессе печати многие из вас замечали, что принтер во время откатов делает остановку именно до тех пор, пока происходит откат филамента. А с Болденом может достигать и 2 секунд. Это неправильно, ведь за эти секунды остановки сопло подплавляет деталь. А проблема заключается в неправильно выставленных параметрах принтера еще на заводе. Давайте откроем заводскую прошивку по ссылке известного блогера Алекса Гивера. Скачав архив мы видим папки и файлы, которые впоследствии нужно будет просто закинуть на нашу SD, вставить выключенный принтер, а при включении он автоматически установит прошивку. Вроде все просто, но не спешите этого делать, так как нам с вами нужно устранить проблему установок. И для этого открываем конфигурационный файл RobinNano35.cfg.txt. Здесь мы видим все параметры нашего принтера. Начиная от шагов, например того же экструдера, к которому мы еще вернемся, и заканчивая скоростями, джерками и ускорениями. Ну давайте подробнее о ускорениях. По умолчанию стоят ускорения всего лишь 1000. Но я рекомендую поставить как минимум 1500. По X, по Y, по Z мы ставим 100. И здесь мы видим на экструдере 80 тысяч. И это был для меня просто шок, потому что таких значений априори быть не может. Это перебор. Надо ставить максимум 10 тысяч. Дальше опускаемся ниже, и шок у нас продолжается, потому что Default Acceleration стоит у нас значение 100. Представляете, 100. Это ужас. Поэтому здесь надо ставить как минимум 1500. Default Retract Acceleration вообще стоит 30 тысяч. Конечно, с такими параметрами ни о какой качественной печати речи быть не может. Ставим 10 тысяч. Ускорение перемещения желательно тоже снизить хотя бы до 1500. Минимум сегмент ставим 10 тысяч. Джерки 15. Можно поставить и 12, чтобы не сильно мучить нашу кинематику. Джерки для экструдера 2. Это мало. Можно добавить где-то до 5. Также здесь мы можем указать минимальные и максимальные температуры нашего стола, хот-энда. Установить значение пит температур. А при необходимости можем даже подключить и Биолтач. Ну а в самом начале нашего файла мы можем указать параметры и область печати нашего принтера. Как видите, друзья, в этом файле указаны практически все нужные нам значения. Но они указаны были совершенно неправильно. И указаны с завода. Я проверял по нескольким ссылкам. Везде одинаковые параметры. И каждый человек, который качает или получает принтер, он естественно печатает вот с такими вот параметрами. Но так как мы с вами уже правильно все настроили, то теперь нам остается только сохранить, забросить все параметры и файлы на SD карту и прошить наш принтер. После чего он должен действительно летать. И как видите, тест ретрактов печатается намного быстрее, при такой же скорости печати 60 мм в секунду. Но при этом откаты делаются в процессе перемещения и нет длительных остановок хот-энда. Даже по самой модели видно, насколько она аккуратнее. В прошлый раз время печати составило 19 минут, ну а теперь всего лишь 14. Справа у нас находится тестовая деталь на заводских настройках, а слева уже исправленные нами. И как видите, разница ощутимая. Итак, ребята, мы с прошивкой разобрались, а сейчас я вкратце расскажу, как легко и просто откалибровать директ экструдер. Для этого нам нужно только открутить сопло, чтобы филамент свободно проталкивался наружу, сквозь наш хот-энд. И в режиме Wi-Fi через слайсер Куру вводим следующее значение поочередно. М302П1, это отключение температурной защиты. G92Е0, сброс позиции экструдера. G1Е500Ф800, это значит выдавить 500 мм пластика со скоростью 800. После этого замеряем полученный пруток, допустим, получили 490 вместо 500. И по формуле рассчитываем. 400 умножить на 500 делим на 490. В итоге получаем 408 шагов. Эти шаги нужно внести в нашу прошивку, о котором я ранее рассказывал. После этого снова перепрошить принтер. И вуаля, у нас все откалибровано. Так что, друзья, заводская прошивка вполне работоспособна. И после простых корректировок она работает как часы. И даже нет необходимости менять ее на марлин. К тому же, пока еще марлиновская версия немного сыровата. И есть ряд нареканий и жалоб у пользователей. Но это выбор каждого. И решать вам самим, что менять, а что оставить. А на этом, друзья, с вами прощаюсь. Ссылку на модернизацию пятого мишки я скину под видео в описании. Если у вас возникли вопросы по 3D печати, вы можете задать их на Facebook или же в группе Telegram канала под названием 3D Help Chucha TV. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.